Всем привет, меня зовут Алексей, мы находимся в зоне сервиса Твой Гараж.ру И сегодня я расскажу вам о том, как сделать ТО самостоятельно на квадроцикле Stealth ATV600 Leopard. И начнем мы с замены масла в двигателе. Для того, чтобы слить масло с двигателя, вам необходимо будет снять пластиковую защиту днища, для этого нужно открутить четыре болта защиты головкой на 8. Сняв защиту, мы видим сливную пробку картера двигателя, отворачивается она ключом на 17. Для более быстрого слива масла мы рекомендуем прогреть двигатель в течение 50 минут. Для того, чтобы подобраться к масляному фильтру двигателя, нам потребуется снять грязь защитный кожух. На данной модели квадроцикла достаточно проблематично снять масляный фильтр. Доступ помешает приемная труба глушителя, в этом случае мы рекомендуем просто снять приемную трубу вместе с глушителем. Для этого необходимо открутить две медные гайки с приемной трубы и два болта на самом глушителе. Для снятия приемной трубы нам потребуется ключик на 13. Для того, чтобы снять масляный фильтр нам потребуется специальный съемник на 68 грани. Перед установкой масляного фильтра обязательно смажьте уплотнительное кольцо моторным маслом и установите. Маслозаливная горловина находится здесь. Объем заливаемого масла составляет 4 литра, вязкостью 10В40. После залива масла заводим квадроцикл, даем ему поработать примерно 2-3 минуты для того, чтобы масло распределилось по каналам двигателя. После этого двигатель глушим, даем отстояться ему примерно 10 минут и проверяем уровень масла по контрольному щупу. При необходимости совершаем доливку. Для того, чтобы слить масло с переднего редуктора, защиту снимать не потребуется. В ней уже проделаны технологические отверстия. Соответственно, пробка сливного отверстия находится здесь. Отворачивается головкой на 12. Маслозаливная горловина переднего редуктора находится здесь. Контроль залива масла осуществляем по нижней пробке. Пробка слива заднего редуктора находится здесь. Для того, чтобы добраться до нее, вам потребуется сначала снять пластиковую защиту редуктора. Залив масла заднего редуктора осуществляем через сапун. Он находится здесь. Объем заливаемого масла задний и передний редуктор составляет по 0,25 литра. Вязкостью 75V90. Мы рекомендуем заливать масло Aliquimole. На квадроцикле Stealth Leopard 600 установлены 6 пресс-масленок. Это передний и задний кардан и ступица задних колес. Мы рекомендуем смазывать их консистентной смазкой для крестовины подшипников. Точка смазки переднего кардана находится здесь. Точка смазки заднего кардана находится здесь. Точки смазки задней ступицы находятся здесь. Первая и вторая. Приступим к замене воздушного фильтра. Для этого нам нужно будет снять сидение. И откручиваем пять болтов крестовой отверткой. И снимаем крышку воздушного фильтра. Достаем фильтрующий элемент воздушного фильтра. Обращаем внимание на низ короба воздушного фильтра. При необходимости очищаем его. Снизу имеется специальное отверстие. Также обращаем внимание на сам фильтрующий элемент. Производим очистку смазку и устанавливаем его на место. Не забываем про обслуживание тросов дроссельной заслонки, троса стояночного тормоза и троса воздушной заслонки. Мы рекомендуем обслуживать их с помощью медицинского шприца и моторного масла. На данных версиях квадроциклов были замечены ранее проблемы с впускными коллекторами. На данный момент завод внес конструктивное решение новое. Теперь коллектор состоит из двух частей. Данный обновленный коллектор вы можете приобрести в нашем магазине. На этом наш обзор заканчивается. По всем интересующим вопросам вы можете связаться с нами по телефону, представленному на нашем сайте. или уточнить информацию в группах в соцсетях. Всем пока! У меня вот не получается на камеру. Александр Баймашов, ты в камеру? Да? Хочу передать привет своей маме, папе, сестре, стелсу, гепарду белому. Александр, все? Вон и скажу. Хорошо. 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 Хорошо.